Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Снова мы с вами на уроке нравственного поведения «Первые шаги в храм». Радоница. Что такое Радоница? Что это за праздник? Это праздник поминания всех усопших. Еще называют праздником Пасхи усопших. Когда он празднуется? На девятый день по Пасхе. Кто идет на кладбище и зачем самое главное мы идем на кладбище? Если мы зададим главный вопрос, то на него и легко ответить. Радоница – это день, когда мы идем поделиться пасхальной радостью со всеми нашими сродниками, побозепочившими и всеми православными от века усопшими христианами. Как правильно приносить поминовения? Мы не несем еду, мы не несем выпивку, мы несем пасхальную радость и молитвы. В первую очередь нужно в этот день прийти в храм и поучаствовать в Вселенской Родительской Панихиде, тем самым в первую очередь принести пользу своим сродникам. Мы рассуждаем своим материальным умом, что, как по дубе вы сейчас услышите из уст молодежи о языческих традициях, которые не должны присутствовать в лоне православной церкви. Если мы себя считаем православными, как мы можем помолиться? О усопших мы вспоминаем утром на молитве, утреннем правиле. Можно почитать литию для мирян, а также помолиться в храме на богослужение. В каждом храме будет совершаться после литургии, и если не будет литургии, то обязательно все равно будет совершаться панихида. Вот самое главное поминовение наших сродников. Принято считать, что этот праздник был еще в языческих племенах. Племена восточной части Европы верили в существование загробного мира. Они считали, что после смерти душа человека, попадая в иной мир, занимается тем же, чем он занимался покойный до смерти. Тогда церковь наполнила эти традиции христианским смыслом. Лучшее место для этого – православный храм. Христианский храм нужен не только для того, чтобы туда приносили еду, как милостыню, но и чтобы люди приносили туда свои молитвы. Длительное время церковь боролась с языческими традициями, но так их и не смогла искоренить. Сегодня люди также приносят еду и алкоголь и оставляют их на могилах, тем самым противоречивая христианским канонам. Радоница выпадает каждый год на разное число. Это зависит от праздника Пасхи. Вот вы услышали, увидели, как правильно приходить на кладбище, как правильно или неправильно поминать наших сродников по Бузе почивших. С вами был священник Константин Мальцев, молодежный православный центр «Уманский благовес». Храни вас Господь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»